А здрасте! Друзья, всем приветули! И сегодня у нас довольно-таки странное для моего канала видео. Оно будет просто поболтушечным, и та картинка, которую вы видите перед собой, она никакой смысловой нагрузки не несет. Просто хотелось бы поговорить и высказаться. И сразу же извиняюсь, скорее всего, где-то у меня проскочит ненормативная лексика. Такое может случиться, да. Хотя я вроде как не матерюсь в своих видосах, ну да ладно. И еще, возможно, кто-то будет считать, что я в корне нахрен не прав. И это ваше право. Но свои мысли я таки выскажу. Короче, о чем хотелось бы сегодня поговорить? Уж извините, у меня нет сценария вообще наобум. У меня час ночи сейчас, кстати. Самое время для таких вот, для такого вот трендежа. Так вот, о чем хотелось бы поговорить? Во-первых, хотелось бы поговорить про ферму, про другие игры, про пиратство, про будущее моего канала, про мои взаимоотношения с подписчиками, которые в последнее время стали некоторых людей напрягать. И все чаще и чаще в комментариях и на стримах в чате я слышу недовольство в свой адрес. И может быть, я попытаюсь ответить на самые часто задаваемые вопросы, которые мне задаются. Потому что мне довольно много вопросов задается. И знаете, иногда бывает такое, что ты вроде даже знаешь ответ, но ты просто тупо игнорируешь. Уж простите меня, но отвечать на одни и те же вопросы мне лень. У меня на это нету времени. Я когда-то старался быть весь из себя такой активный, общительный и все такое прочее. Но знаете ли, это ни к чему не привело. Примерно 10% людей, которые обращались ко мне в комментариях или в дискорде за какой-то помощью, говорили мне спасибо. Остальные 90% просто, ну ничего, ну они получили свой ответ и типа все, пошел я нахер. И поэтому я подумал, что нет, как-то это по отношению ко мне, когда у меня есть выбор, это не я пошел нахер, да. Поэтому сейчас никакой техподдержки от меня никто дождаться толком-то и не может. А потому что я не сраная техподдержка. Если у вас ни хера не работает, если у вас, например, не работает ферма, то мать вашу, пишите в этот самый. В стиме там есть техподдержка фермы, там фокус интерактив или еще кто-то, пишите туда. Хотя я-то прекрасно понимаю, что на самом деле не работает что-то у тех, кто играет на пиратки. И у меня как бы одно решение этой проблемы. Купите сраную лицензию. Да, многие говорят, что бля, у меня нет денег. Так извините, мать вашу, какого хера я должен решать проблемы, связанные с тем, что у вас пиратка? Когда у меня-то не пиратка, я не сталкивался с этими сраными проблемами, у меня-то все работает. И последнее время вообще миллиард комментариев вышло, короче, для тех, кто не в курсе. Вышло, на каком-то сайте, наверное, появилась какая-то карта свапа Remastered. И внезапно начали всыпаться вопросы, куда там продавать продукцию. И это заебись вопросы на самом деле. Я записал 50 с хером роликов по прохождению на лицензионной карте. Я обязательно должен был скачать Remastered какой-то левой, переработанный, который вообще непонятно кем переработанный. И обязательно изучить вопрос, а что же там не так-то с этой сраной продукцией, почему ее там никто не может продавать. Хотя, может быть, ее там можно продавать, просто что-то сделали с картой, или просто человек, который задает такой вопрос, просто вообще не знает ни хера в этой игре. Но нахера мне его задавать, я вот не понимаю этого. Еще часто спрашивают по поводу моих модов, где же скачать мои моды. Ребята, отвечаю сразу, я сборки не выкладываю. Некоторые сборки я делал, выкладывал, но знаете ли, в ответ спасибо толком-то никакого и не было. Было только, а какого хера здесь это, а не это, какого хера тут не тот K700, какого хера тут это не работает, это тут тоже не работает. А еще, кстати, тоже интересная ситуация была. Когда-то давно практиковали мы такую херню, как играть по сети. Да, с подписчиками, со всеми. Но подписчиков было мало, поэтому желающих было не особо много. И там у нас, соответственно, было пара модов. Во-первых, там был мод на то, чтобы у каждого члена был свой транспорт. Ну, то есть, по табу переключаться по транспорту было нельзя. И во-вторых, там еще был мод для слежения, для того, чтобы я, как стример что ли, мог следить за кем-нибудь, кто там чем занимается. Это в 17-й ферме еще было. И, разумеется, этот пак модов для всех желающих висел в свободном доступе. И знаете что? Люди качали пачкой просто, просто тупо пачкой этого модов, вставили, все подключали вместе со своими. И у них начинался конфликт модов. Это же логично, что будет конфликт модов. И что ни хера работать не будет. То есть, запускаешь игру, у тебя по технике переключаться даже нельзя. Нахер ты этот мод подключил, спрашивается. Это потому что он у меня стоит, значит, его надо подключать, да? Да нет, потому что ты долбоеб и просто не разбираешься в этом. Готовые сборки нахер надо подключать. Вот в чем проблема. И в итоге, вместо каких-то спасибо, мне сыпались сообщения, что, мол, говно твоя подборка модов, у меня все сломалось, у меня ни хера не работает. Мол, куча ошибок в логе и так далее. Так ты, сука, сам посмотри, что ты подключаешь. И нахера? А не просто пакет. Вообще, знаете ли, мне, наверное, стыдно об этом говорить, и такое отношение, оно в корне неправильное. Но у меня действительно складывается такое впечатление, что 80% подписчиков, кто что-то пишет, открывает свой рот на стримах, они тупые. Тупые в корне. Да, меня сейчас, скорее всего, многие захейтят за это. Но, сука, откройте любой стрим и посмотрите на все эти идиотские вопросы, которые там сыпятся. Откройте какую-нибудь вот зеленую долину, то, что у нас прохождение было. Некоторые на стримах тогда удивлялись, какого хера я такой сдержанный, отвечаю на такие албанские вопросы. Некоторые бомбили, хер ли ты нормально не отвечаешь. А че мне на албанские вопросы нормально отвечать-то? Да, много сарказма проскакивает. Ну, потому что, ну, по-другому никак. На полном серьезе на тупорылые вопросы отвечать, ну, это же бред. Еще много упреков мой адрес было в сторону того, что я, видите ли, не люблю украинский язык. И украинцев сразу приплетаешь, я и украинцев не люблю. Да я, ребята, вообще, честно сказать, у меня нет ни капли расизма, ни капли каких-то предубереждений по поводу каких-то наций, по поводу еще кого-то. Я ко всем нормально отношусь. Но я, мать вашу, я не понимаю украинский язык. Какого хера я должен его понимать, когда я живу не в Украине? С чего вы вообще, мать вашу, взяли, что со мной можно общаться на украинском? Вы же слышите, что я по-русски разговариваю. Ну, на хера это все? По поводу грамматики тоже, я иногда просто в ужасе, в тихом. Уж простите, очень сильно люблю русский язык и очень сильно люблю грамматику. Да, может быть, я старый занудный пердун, но, мать вашу, с такой писанины, которая там проскакивает, у меня просто глаза на лоб лезут. Я понимаю, что это сейчас современные дети, и им вообще насрать на грамматику. Охрененное оправдание, типа, ну, мы же не на диктанте там или еще что-то. Я боюсь, что когда вот такие, вот это вот поколение вырастет, хотя и сейчас люди, знаете ли, и мои ровесники, они тоже не все отличаются какой-то грамотностью. Потому что книжки, мать вашу, вы не читаете. Раньше люди читали книжки, и хочешь, не хочешь, ты вот читаешь слова, и ты запоминаешь, как они пишутся. А сейчас вы только форумы читаете, всякие контактики, телеграмы, где такие же дебилы, как вы, и пишут, которым просто насрать на это все. Я тоже могу ошибиться в каком-то слове, но, мать вашу, вы не можете предложение составить. Я не понимаю, что вы хотите, ни знаков припинаний, ни хера нету. Когда вопросик лень поставить, это уже вообще все границы переходят. Я ж, бляха, телепат, я ж могу подумать о том, вам спрашивайте, вы ее утверждаете. Ну, это такое. Короче, можете считать, что я просто сгорел нахер от всей этой херни, но весь этот тупняк просто модераторы банят, и все. Первое время забавно было, конечно, за этим наблюдать, сейчас ни хера не забавно. Вот прямо сейчас закончился стрим по 19 ферме у меня, когда я записываю, и вот от меня человек что-то хочет. Короче, вам вот скриншоты, когда монтировать-то буду, я скриншоты повешу. Человек вот на меня наезжает, но, ребята, попробуйте мне объяснить, что он от меня хочет вообще. Вот я не понимаю. Я 500 раз это перечитал, и я просто не понимаю, что он от меня хочет. Я, может быть, и не прав где-то был, но я не понимаю. Вот просто не понимаю, и все. Че-то не может объяснить. Мне интересно вот с этой писаниной, вы разговариваете точно так же? Просто набором слов, без интонации, без запятых, без вопросительных. Просто, сука, наборы слов. Вы ж ни хера не так разговариваете. Или вам печатать впадлу? А я должен додумывать. Да ни хера я не должен. Короче говоря, она болела, и сейчас, ну, наверное, как многие заметили, на стримах стало немножко меньше общения. То есть я много чего игнорирую нахрен. Потому что я не понимаю, что вы от меня хотите, а читать весь этот бред. Плюс, да, я убрал чат с экрана. В первую очередь именно по этой причине. Стримы задумываются для общения. Когда общение тупое, в этом нет смысла никакого. Стримов, соответственно, тоже, скорее всего, меньше будет. Так что, как-то так. По поводу карт, кстати, тоже хотелось бы пару слов сказать. У нас на канале были прохождения по свапе. Все спрашивают, когда свапа. Свапа не будет? Все, свапа закончилась. Свапу, вон, сейчас ее слили. Стримят все подряд. Садите, смотрите другие прохождения без вопросов. Плюс, она немножко уже стоебонькала немножко, да. Я с разрабами недавно как-то общался. У них там стримчанский был. Сказали, что версия 2.9 будет какая-то обнова. Если будет обнова, то посмотрим. Так, в принципе, я посмотрел на этой карте, наверное, все, что можно было посмотреть. Пару производств мы там не добили, да и хер на них. Безусловно, я считаю, что карта отличная. И если кто-то не знает, на какой карте поиграть, то... Ну, свапа одна из лучших карт на девятнашку на данный момент. Зеленая долина далее идет. Тоже вообще... Ну, типа, много просмотров собиралось. На то время это была хорошо выстрелившая карта. Но она, сука, настолько забаганная, что просто капец. Да, я пытался это все в шутку как-то переводить, когда проходил. Но... Ну, его нахер, ребята. Вот правда. Да, я все время говорю о том, что платные карты надо покупать. Поддерживать разработчиков. Потому что они стараются. И некоторые действительно стараются. Может быть, и разработчик Зеленой долины тоже старался. У него просто не очень хорошо получилось. Ну, короче, Зеленая долина мне не очень нравится. Я ее тогда снимал, потому что по просмотрам хорошо заходила. В принципе, актуально было. И вообще, Зеленая долина, по факту, неплохая карта по задумке. По реализации не очень хорошо получилось. Багом до хера. Я на это глаза закрывал, поэтому в прохождении... Прохождение было более-менее интересным и на позитивной ноте. Но вообще проблем в ней хватает. Хотя, может быть, уже пофиксили. Но возвращаться туда желаний нету. Вообще, меня, кстати, удивляет тот момент, что люди спрашивают, когда Зеленая долина. Удивляет меня то, что если ты, как бы, не смотришь эту Зеленую долину, то какого хера ты спрашиваешь, когда она будет? Какая нахрен тебе разница? Почему я делаю вывод, что ты не смотришь ее? Потому что в самой последней серии, если бы ты ее посмотрел, ты бы знал, что она закончилась и больше не вернется. Потому что там я об этом, сука, сказал. Нахера такие вопросы задавать? Это же, ну, типа, опять показывает, что ты тупой. Или что ты хер на меня забил. Или еще что-то. Но, типа, никак не с хорошей стороны тебя не показывает. Поэтому не задавай тупых вопросов. Будь нормальным чуваком. Вообще, народ, кстати, объясните мне, пожалуйста. Вот я обратил внимание. Может, кто-то просто понимает в этом. Я вот не понимаю. Почему всем так нравятся вот эти вот старые ржавые трактора? Кто-нибудь попытайтесь вот мне объяснить. Чем они лучше? Они же ничем не лучше. Кроме того, что они ничем не лучше, их еще конвертируют довольно-таки к криворукие мододелы. И работает все, как правило, крайне херово. Опять-таки, багается и, ну, короче, работает херово, да. Как такое можно любить? Я понимаю, там, кто-то, у кого-то там дедушка в деревне на МТЗ рассекает. И, может быть, перенести в игру это довольно-таки прикольно. Но если это сделано через жопу, то как нахера это любить вообще? Это же, ну, типа, тупо. Я не говорю про всех. Есть отличные моды, отличные мододелы. Они, правда, как правило, платные. У меня к ним доступа нету. Ну, вообще, в большинстве своем вот это вот фермерское сообщество каких-то мододелов меня не сильно любит. Да и похер мне, на самом деле, на это. У меня всякие вот эти вот камазы, зилы восторга не вызывают. Но, возможно, из-за того, что я дикий городской человек, я родился и вырос в столице. И вся эта фермерская тематика, зилы, кразы и все остальное довольно-таки далеко от меня. Интересно, почему я вообще в ферму играю из-за этого? Ну, ферма это прикольно. Мне менеджмент в ней нравится. Мне больше нравится не ездить на МТЗхе и поле пахать двухметровым плугом. Мне нравится именно менеджмент. И тут мы переходим к еще одной карте, которая у нас идет прохождение. Золотой колос. Ребятам низкий поклон за Золотой колос. Это просто лучшая карта из всех, которые существуют на 17-ю ферму в природе. Да, в ней тоже проскакивают некоторые косячки, некоторые баги. Но они незначительные. В целом, все работает. Адаптация с модом сезонов, с курс-плеем. Все прекрасно. Ребята даже постарались и сделали свою версию курс-плея, чтобы она хорошо с картой работала. Красавчики, одним словом. Да, кто-то может сказать, что карта просто стоит ебануться каких денег. И может быть, вы, ребята, и правы. А может быть и нет. Вообще, карта охереть какая классная. Если будет возможность, если разработчики предоставят мне версию на 19-ю ферму, то будет прохождение по ней. И прохождение будет затянутое, длинное, с разбором полетов. Скорее всего, даже не один буду. Посмотрим, там, может быть, с Денисом вместе будем продолжать или не продолжать. Начинать не знаю, что там. Короче, будет. Но это если мне дадут карту. Если мне не дадут карту и разрабы пошлют меня нахер, то прохождение, соответственно, не будет. Потому что я бедный белорус, у меня нет денег на карту для фермы. Да, так бывает. Я тут всем топлю за покупку, а у самого нет денег. Вот у меня нет денег, поэтому я не буду на ней играть. Вот так вот это и работает. Ребятам, с одной стороны, респект за эту карту. А с другой стороны, хочется даже на них наругаться. Потому что после Золотого Колоса на 17-й ферме, у меня практически все карты начинают вызывать отвращение. Они становятся скучными, неинтересными и так далее. То есть, сраный Золотой Колос поднимает планку фермы и... Ну, короче, все. Они задрали планку и дали мне в это поиграть. И мне теперь хочется чего-то такого же крутого. А такого же крутого нету. Поэтому, в общем-то, я не могу найти карту нормальную на 19-ю ферму. Вот мы играем в Сасекс Фарм, там на стримах просто хернёй какой-то занимаемся. Бесцельно. Абсолютно бесцельная херня. Но играем и играем. Пашем поля, в принципе, расслабиться весело. Опять-таки, поболтать, хотя последний стрим был, это просто жесть. Просто опять очередной какой-то тупняк. Хотя ладно, не будем к этому возвращаться. Короче говоря, что я вообще хотел всем этим сказать? Канал немножко меняет свою направленность. Раньше это был канал, который был посвящен чисто ферме. И я пытался запускать другие игрули. На них было мало просмотров. И я становился из этого грустным. И переставал снимать эти самые игрули. Ну, потому что, типа, народ пришёл на ферму. А им тут какой-то транспорт фивор залит. Пытаются скормить. Никому он нахрен не интересен. Короче, да. Вот, и я долго думал на эту тему. И решил, что у нас будут другие игрули. И абсолютно похер на то, что здесь сидят фермеры. Кстати, ферма закончится. После золотого колоса на 19 ферме, если он будет, фермы больше не будет. Никаких других карт, никаких обзоров больше. Ничего не будет. Следующий будет фарминг симулятор 21. Да, кстати, многие говорят, что он не выйдет. Ребята, читайте новости. Фарминг симулятор выйдет. Выйдет просто попозже, когда будет пятая плойка и всё такое. Но игра, мать его, выйдет. Просто попозже. Не в этом году, как должна была. Вот. Короче говоря, после золотого колоса ничего по ферме не будет. Но правда, прохождение я планирую сделать реально длинным. Длинным, не спеша абсолютно. Для сравнения, я довольно-таки быстрое прохождение делаю сейчас. Там уже больше 30 серий. Мы ещё даже ни одного завода не купили. Поэтому, ну, там растянем. Всё это будет томно. Ну, короче, кому интересно будет, тому интересно. Кому нет, тот может отписываться нахер. Вот, плюс у нас ещё появилась Формула-1. Мне очень нравится этот автоспорт. Мне подарили 21-го Формулу, за что Денису тоже спасибо огромнейшее. Он со мной сейчас катается, помогает мне. И на самом деле, очень весел, очень интересный опыт. Ездить с гоночным инженером, честно. Если есть люди, которые пришли на мой канал и посмотрели Формулу-1. Или кто-то просто смотрел мой канал, посмотрел Формулу-1 в моём исполнении и начал автоспорт смотреть. То вы вообще красавчики. Я имею в виду, ну, реальную F1 начал смотреть в этом сезоне. Очень интересный автоспорт. Мне нравится. Я в нём как-то более-менее вроде как разбираюсь. По крайней мере, я так думаю. Не знаю, как остальные. Может, я не прав, конечно. Но, Ф1-а у нас есть и этот сезон весь, который мы сейчас едем, я собираюсь завершить до конца. Что будет дальше, хрен его знает. Есть люди желающие, чтобы это всё дело продолжалось. Пока что предварительная мысль это поехать сезон в Ф2, но об этом мы потом поговорим с теми, кто смотрит всю эту вакханалию. Ф2, кстати, тоже очень интересный чемпионат. Кто его не смотрит, советую посмотреть. Тем более, там такой трэш сейчас творится. Очень, мне очень нравится. По сравнению с Ф1-ой намного интереснее. Просто Ф1-а это королева автоспорта, все дела. Короче говоря, Формула-1 есть. Хотя, там тоже есть много вопросов, почему я там ехаю с траекториями, спрашивали, какого хера. Потому что я катаюсь для развлечения, а не для того, чтобы быть каким-то крутым гонщиком. Хотя, абсолютным нищим я себя тоже не назову. Немножко не хватает мне стабильности. Мне до сих пор тяжело проехать 100% гран-при, ни разу не убившись. То есть, я могу поставить там один быстрый круг какой-то, могу там 20 кругов проехать нормально. Но, в любом случае, где-то здравствуй стена, здравствуй вылет, это по-любому. Концентрации не хватает на всю гонку. Возможно, если бы я больше тренировался, то эта проблема решилась бы. Но, опять-таки, я не хочу задрачивать это все дело. Хочу кататься ради удовольствия. Поэтому флэшбеки где-то тоже там проскакивают. От этого никуда. Да, вообще, я катаюсь и снимаю эту карьеру, точнее, катаемся на стримах. Не для того, чтобы там побеждать. Если бы хотелось сильно побеждать, сложными бы выкрутил, поменьше поставил бы. Хочется именно интересные гонки с неожиданными результатами проводить. Вот, например, ездили мы в Канаде недавно, и там был неожиданный результат. Много боли и страданий, и неожиданный результат. Интересная гонка, советую посмотреть. В дождик, кстати, да. Да я к чему вообще заговорил про F1? Потому что были комментарии, мол, Никита, вот нашелся, блин, гонщик, что ты вообще сделал с каналом? Типа, остановись. А я что сделал с каналом? Я ничего не сделал с каналом. Просто в ферму играть надоедает. Будет некоторое добавление. А Формула 1, она мне нравится. Я знаю, там есть люди смотрят, там по 40 человек обычно на стримах есть. Кому-то интересно, кто-то смотрит. Спасибо им за это. Смотрят, болеют, с теплой комментарии там проскакивают. Разумеется, дохера дизлайков сразу собирается. Потому что это же, блядь, не ферма. Вообще, много дизлайков, да. Я собираю в последнее время. Я прекрасно понимаю, почему. Кто-то обиделся, кого-то нахер послали на стриме, кого-то модераторы забанили. Я, кстати, даже не знаю, за что. Модераторы, спасибо им огромное за это. На стримах работают очень оперативно. Красавчики. Они просто тоже, как и я, не любят тупость. И еще много чего не любят, чего я не люблю. Да, у меня довольно много хейтеров появилось. Спасибо им за то, что они есть. Я так скажу. Самый простой пример, это, знаете, у меня недавно был день рождения. И по поводу моего дня рождения я проводил стрим. Но когда ты создаешь стрим, ты же его типа заранее создаешь. И люди видят, что там, что... Ну, условно, я в 12 часов дня создаю стрим, что он будет в 8 часов вечера. И он появляется на странице. И всегда, когда создаешь стрим, туда сразу же летит дизлайк. Минимум один. И это на самом деле хорошо. Ну, в какой-то степени. То, что человек тупой и думает, что сделает мне чем-то хуже этим, ну, это, в общем-то, его проблемы. Может, у него рак мозга, хрен его знает. Но люди же не понимают, как YouTube работает. И YouTube в плане раскрутки видео, ему вообще похер, лайк это или дизлайк. Он видит тупо активность. Это раз. Во-вторых, такие люди, это самые преданные подписчики. Те, которые просто подписались, кому понравились видосики, ну, они могут забыть когда-то, могут еще что-то. А вот те, кто дизлайки ставит, вот такие вот хейтеры, которые называются, это самые преданные подписчики. Ну, я так считаю. Потому что они, сука, следят за каждым выходом своего видео. Они считают своим сраным долгом поставить этот дизлайк. И они обязательно откроют это видео. И у тебя будет от них просмотр. Так что спасибо им за это. У меня такое отношение. Часто на стримах спрашивают, типа, какая скотина поставила дизлайк. Меня на самом деле это не парит. И вас это парить, кстати, тоже не должно. Но есть такие альтернативно отдаленные граждане, как бы, бог им судья. Пускай делают, что хотят. Я ж не запрещаю. Я ж не возникаю по этому поводу. Я ж не начинаю на стримах. Вот тетя какая падла мне дизлайк поставила. А ну-ка давайте лайки все ставьте мне. Да, лайки я люблю. И как бы это показатель. Но в первую очередь я их постоянно о них напоминаю. О лайках и о комментариях. Только потому, что, опять-таки, это активность. Активность, которая говорит Ютубу о том, что это видео надо раскручивать лучше, чем оно раскручивалось до этот момент. Чтобы оно предлагало другим людям, чтобы аудитория набиралась. Короче, это все сложная там система, алгоритмы и все такое прочее. Которая непонятна даже, наверное, разработчикам Ютуба. Потому что они там столько намудрили всякой херни. Что, скорее всего, уже даже сами запутались. Так вот, что я хотел вообще всем этим сказать? Я про Формулу заговорил. Короче говоря, у нас будут другие игрушки. И, как вы заметили, они уже пошли. Уже идет City Skylines. Уже идет активно Формула 1. Пока что продолжается ферма. Игр, которые хочется пройти, довольно-таки много. Но их все имеет смысл делить на какие-то жанры. В частности, возьмем, например, City Skylines. Типа городостроительный симулятор. Наряду с ней будет прохождение. Ну, по крайней мере, я планирую. Я не обещаю, что все это будет. Может, меня завтра автобус собьет нахер. И вообще ничего не будет. Но, короче говоря. Есть мысль пройти, запилить прохождение по... Добить City Skylines. Есть мысль записать прохождение сезона по SimCity. Типа такая же игрулечка примерно. Но чуть-чуть другая. Но смысл тот же. Есть также замечательно вышедшая не так давно Анна 1800. Которую хочется поиграть. Мы там вроде как с Ромкой договорились. Он мне даст попользоваться ей. Выписать прохождение. Пощупать, что там да как. Из этой же оперы Совет Репаблик. Советы тоже хочется пройти. Надеюсь, будет интересно. Может быть, фарменеджер вернем. Опять-таки, было... По-моему, даже две попытки запустить фарменеджер. Игра классная. Мне понравилась. Опять-таки, близко к ферме. Пытался ее запустить. Но, опять-таки, люди фарминг-симулятор смотрят. А фарменеджер типа... Нахер, это ж не ферма. Не буду я такое смотреть. Короче говоря, да. Не заходило. Сейчас появился некоторый такой похер на эту всю тему. Поэтому будем вводить новые игрушки. И насрать на просмотр. Раньше было не насрать, потому что была какая-то надежда, знаете ли, начать зарабатывать на ютубе. А хер там плавал, короче. Это очень тяжело сделать. Или я дебил просто. Хер его знает. Поэтому сейчас канал переводится в исключительно такой... Ради удовольствия. Никакой цели заработка я с него вообще не преследую. Если выстрелит, то хорошо. Если не выстрелит, то и хер. Сейчас, может быть, еще пандемия хорошенько так сыграла свою роль в этом всем деле. Потому что гугл этот самый, там рекламодатели, короче, отозвали половину буквально объявлений своих. Перестала это все дело реклама показываться на канале. И, короче, ютуберы все нахер потеряли. На рекламе. Именно на ютубовской рекламе. Никакую херню типа, там, я не знаю, 1xbet и прочих лохотронов я рекламировать не собираюсь. Сразу скажу. Так что не переживайте по этому поводу. Хотя, хз. Может быть, там будет предложение, от которого я не смогу отказаться. Но пока что, в общем-то, я как-то не планирую все это делать. Предложения, кстати, уже были. Какой-то софт левый, непонятный. Два раза мне предлагали. Две разных каких-то компаний. Предлагали 30 баксов за интеграцию. Одни 30 баксов предлагали, вторые 25, по-моему. Я сейчас уже точно не вспомню, это было месяца 3-4 назад. Вот, и были посланы нахер. Потому что я впаривать какую-то непонятную хрень подписчикам не собираюсь пока что, по крайней мере. Не, ну все мы люди, давайте будем честными. Если будет сторона вопроса, которая выгодна для меня с данной стороны, то да, почему бы и нет. Все-таки люди у меня, наверное, должны смотреть умные. По крайней мере, я на это надеюсь. Хотя я уже говорил про тупняк про весь. Я, кстати, насчет тупняка, может быть, знаете ли, в корне не прав. Я поздно об этом вспоминаю. Я прекрасно понимаю, что на стримах же общается, грубо говоря, когда смотрит стрим 100 человек, общается 10. И пускай 9 из них типа тупорылые. Ну это я условно говорю, примерные цифры вообще на обум взятые из башки. Я говорю о том, что еще же 90 человек смотрят, которые молчат. И как бы, ребята, я, наверное, погорячился с 90% зрителей тупорылых. Да, есть молчаны, которые никак себя в этой сфере не показали. Они тоже молодцы, кстати. Смотрят и смотрят. Красавчики. Я рад, что вам нравится. Если вам нравится, конечно. Но раз вы смотрите, наверное, значит нравится. Хер его знает. Короче, трохи припекло у меня тут в последнее время. Вот. Я на самом деле этот ролик уже записываю 47 минут. Я тут просто паузы делаю. И еще, скорее всего, много потока говна будет вырезано на монтаже. Ну типа, а что поделать? Я могу остыть потом. А могу не остыть? Может быть, все это говно, которое сейчас из меня льется, оно и останется. Короче, насрать. Давайте еще о том, что будет дальше поговорим. Я уже говорил про стратегии, которые я планирую немножко покататься в стратегии. Да. Вообще, игры, в которые я играю, вот я в ЕТС-ку люблю играть, если кому-то интересно. Но ЕТС-ка игра чисто для стримов. Серии по ней пилить, это вообще тупорылая идея. Их никто не будет смотреть, и я бы такое смотреть не стал. Кстати, часто спрашивают о том, что я смотрю вообще. То, что я смотрю, ребята, вам не интересно. Я не смотрю игровые каналы. Я изредка смотрю всякие прохождения, игр, в которых есть какой-то сюжет, который мне интересен. Но на который мне тупо жалко денег и времени. Чаще времени. Ну и денег тоже. Например, вышел недавно этот сам, Пстители, игруля. У нас она 40 баксов стоит. И да, мне жалко денег. 40 баксов, знаете ли, за эту игрулю. А весь Ютуб уже засран этим прохождением. Вот его можно посмотреть. Из фермеров я никого не смотрю, мне это не интересно. Так получилось. Хотя я периодически удивляюсь с того, какой контент нравится людям по ферме. Если посмотреть в топы просмотров, какие ролики набирают топы просмотров, наколоть бабушке дров и все такое прочее. Боже, это просто кошмар. И у меня, в принципе, особых претензий к автору-то нет таких видеороликов. Правильно, он делает то, что людям заходит. То, что вот людям это заходит, это уже странно. Ну ладно, это так, не будем об этом. Опять возвращаемся к ферме и к детям. Так вот, что я хотел еще сказать. Новые игрулечки, да. Я уже 500 раз об этом говорил, но все сбиваюсь в смысле. Потому что, мать твою, надо было сценарий подготовить. А я не подготовил сценарий. Просто хочется вот попиздеть немножко с вами. За жизнь. Я сейчас вот, кстати, можете заценить. Я вот сейчас максимально искренне с вами общаюсь. Без каких-то заготовленных речей. Вот что думаю, о том пою. Это, кстати, хорошо, наверное. А еще, кстати, на день рождения мне там задонатили пару евро и долларов. И поэтому решил я купить себе фифулю 21, которая выйдет. Кстати, кто не знает. В далеком 2014 году мне захотелось стать ютубером. И я начал записывать фифу. Я снимал прохождение по фифе. Прохождение карьерок там всяких. И оно даже заходило. Я набрал еще две подписчиков за короткий срок. Потом вышла 15-я фифа следом. Которая была на новом движке. И которую у меня комп херово тянул. Я еще пытался ее снимать какое-то время. Но качество видосов оставляло желать лучшего. Короче, не зашло, не пошло. Так что моя ютубная деятельность начиналась с фифы. Правда, это был вообще низкосортный контент. И в первую очередь, конечно, из-за отсутствия оборудования. А сейчас вроде как это оборудование немножко появилось. Поэтому я попробую сделать еще раз. По крайней мере, есть мысли и желания. Мне это интересно. Поэтому, друзья, ждите. С выходом фифули через месяц. Она, кстати, выходит уже. Будет прохождение карьера. А когда мы ее закончим, начнем прохождение карьеру за одного игрока. А может быть еще, кстати, какой-нибудь ультимейт-тим в онлайне постримим. Правда, там, скорее всего, меня будут выносить. Потому что, кроме того, что у меня скилла толком-то и нету, мне еще откровенно жалко денег донатить себе в крутые карточки. А FIFA Ultimate Team превратилась именно... Кто больше задонатит, у кого круче состав будет. Тот, собственно, и выиграет. А я, короче, всю эту систему шлю нахер. Мало того, что игра 50 баксов стоит, в которой, сука, ничего не изменилось в 15 части. Ну, почти ничего. Короче говоря, ладно, не будем о грустном. Вот, попробуем FIFA. Все-таки это футбольчик тоже должно зайти. Футбол же все любят. Я надеюсь. Вообще, спорт это хорошо. Но я, правда, ленивая какашка и валяюсь все время на диване. Точнее, стараюсь валяться на диване. Здоровый образ жизни, спорт это... Сейчас это вообще не про меня. Так что все вот так вот. Ладно, давайте, наверное, на этом и закончим. Я вроде как сказал все, что хотел. Хотя мысли сейчас опять в голову придет. Мол, типа, а это не сказал, а это не сказал. Да и хер с ним. Да, может быть, у меня немножко сгорело в последнее время пердочелла моя. Но всякое бывает. Я, знаете ли, какой хороший момент могу выделить из всего того... Из вот последних полутора лет ведения канала. У нас появилось некоторое сообщество. Вот из всей той массы. Вот там сколько? 14 тысяч человек уже, наверное, есть, да? Уже есть, наверное, 14? Уже есть 14 тысяч подписчиков. Из всей этой массы выделился там десяток человек буквально. С которыми я как-то более-менее подружился, что ли. С которыми мы периодически там играем в ту же самую ЕТСку. Которые фермы могут со мной поиграть без вопросов. Которых мы там зовем туда-сюда. Короче, с которыми мы общаемся все время. Появляются такие люди. То есть все нормально. Появилось сообщество и, в общем-то, может быть, я даже и горжусь немножко этим. Что какое-то вот сборище я собрал. Сборище ненормальных, неадекватных бурдуков. Пьяных, да. Чтоб вы понимали, мы туда всех берем практически. Ну, как всех. Да, дети там долго не задерживаются. Потому что нет общих тем для общения. Все часто спрашивают, как с тобой поиграть. Нахер вам со мной играть вообще? Поймите такую вещь. Я понимаю, почему вы хотите. Вы хотите в телеке побывать. Со стримером играть интереснее. Да хер там плавал. Такие игры, как ферма или там ЕТСка. Во что мы там часто в онлайн гоняем. Оно чисто побазарить, пообщаться. И вам со мной неинтересно будет общаться. Поверьте на слово. Мы не приветствуем детей. Хотя иногда и детишки с нами играют. Такое тоже бывает. А тем для общения с детишками-то толком-то и нету. Мы тут все жалуемся на старость. На то, что песок сыпется. На то, как тяжело на восьмой этаж без лифта подниматься второй месяц. На то, как херово после пьянки утром. Или еще что-нибудь такое. На то, что у жены целлюлит на жопе стал появляться. Там, я не знаю. Дети опять-таки у многих. Проблемы с садиками там. Еще с какой-нибудь херней. Вам же это все неинтересно. Вам же бляха училка по географии двойку поставила. И вы сейчас думаете, как бумагой туалетной дома ее закидать. Или там, не знаю. Мне первое, что в голову пришло. Вам же похер на наши проблемы. Вы вообще не в курсе даже, что это проблемы. А ваши проблемы, вам кажется... Это логично. Я сам таким же был. И у меня тоже были свои проблемы в 14 лет. В 12-14. Какая у меня там аудитория. Хер его знает. Это нормально. Просто вам надо играть с теми, с кем вы можете общаться. И обсуждать все эти темы. Которые вас волнуют. О том, какая сложная задачка по математике у вас. Или там. Хрен его знает, что там еще волнует вообще в 14 лет-то. Уж точно не то, как там найти себе жилье какое-то. Далевое строительство влезть условно там. О том, что дети родились там. Зубики порезались у них первые. Или еще что-то. Вам это неинтересно. Поэтому мы не хотим с вами играть. Но мы иногда играем. Всех желающих принимаем. Кому интересно. Но люди не задерживаются. Поэтому я так периодически отвечаю, что мы не хотим с вами играть. А мы играем иногда. Не так часто. Сейчас времени особо нет. Последнее время в ЕТС-ку только ферма остеебонькала уже всем. Сейчас вот золотой колы ждем. Надеюсь, выйдет. И надеюсь, будет крутой. И надеюсь, что мне его дадут. А если нет, то и хер с ним. Хотя я думаю, что я найду, где его взять. Короче говоря, ладно. На этом я уже трохи подостыл тут. Знаете ли, наболевшие. Лезет в голову всякая херня периодически. Уже больше часа сижу тут. Распинаюсь за какую-то херню непонятную. Короче говоря, народ. Будьте людьми, что самое главное. Не будьте тупорылыми. И хорошо учитесь в школе. И не болейте, что самое главное. Потому что болеть это плохо, поверьте на слово. С вами был ваш покорный слуга. Всем пока-ки.